Интересует всех и всегда, практически в каждой культуре, в каждой стране, в каждом языке, в языковом регионе, это как заработать деньги, как сохранить и как приумножить. Мы очень долго этой тематикой с вами занимаемся. Мы понимаем, что самые большие деньги это в технологиях, которые действительно меняют не только нашу жизнь, а в жизни миллионов людей, такие как интернет, такие как смартфоны, компьютеры и тому подобное. Но здесь есть одна фишка, одно но. На этих технологиях зарабатывают создатели, обычные пользователи, пользуются интернетом и что? Пользуются смартфонами и что? Ну вот есть у вас у каждого такой смартфон, что вы на нем денег начали зарабатывать, или просто все по инстаграммам сидят, время свое последнее свободное, дотрачивают. Также компьютеры и социальные сети вообще стали просто какой-то губительной ямой для большинства людей, потому что они тогда просто все свое время сливают и тому подобное. С блокчейном по-другому. Блокчейн это та технология, с которой если вы занимаетесь, там не получится сидеть бесконечно в сети, смотреть какие-то картинки или еще что-то, это технология, которая является естественным продолжением денег, да, это дигитальные цифровые валюты, особенно сейчас в России уже приняли закон, уже начали внедрение дигитальных, да, CDBC, как говорится, цветные деньги, их там прозывают ласково в народе, что не есть хорошо на самом деле. Сейчас начинают уже переводить на цифровые эти деньги и студентов, и пенсионеров, и тому подобное, да, и бюджетников, и тому подобное. Я говорю о том, что это уже не будущее, это уже что ни на есть настоящее, Европу под это уже готовят, Китай, Америку, Канаду, Австралию и Израиль, они все к этому придут, да, Россия просто стала первой, и в конце концов все на цифровые деньги перейдут. Нужно сейчас начинать разбираться, что же такое блокчейн. Блокчейн – это очень просто. Представьте, что человек или организация хочет передать свои какие-то активы от точки А в точку Б. Раньше эту задачу выполняли какие-то посредники, банки, брокерские конторы или еще что-то, обменники и тому подобное. Сейчас в данном конкретном случае эту задачу перенимает блокчейн, да, когда уже не нужны никакие посредники, все можно сделать через данную инновационную технологию. Блокчейн – это уже сейчас всем понятная вещь, что это максимальный шанс, такой же, как когда-то нам дал интернет, такой же, который позволил очень многим людям очень быстро, очень хорошо и очень много заработать, который взрастил такие компании, как Google, Facebook, Amazon и тому подобное. Представьте, выключите интернет, и все эти компании сразу же исчезнут. Я об этом говорю. В интернете сейчас 4,4 миллиарда пользователей, в то время как в блокчейне всего лишь, неправильно здесь переведено, 50 миллионов пользователей и 350 миллионов кошельков. Игорь, пожалуйста, отметь, поправь. Просто где-то ошибка закралась. 50 миллионов и 350 миллионов кошельков. Также вы можете здесь увидеть, что 50 миллионов слева вы видите. Это показатель того, что до миллиарда пользователей, а в интернете целых 4 миллиарда, еще очень-очень далеко. Несмотря на это, достаточно большие компании уже сделали свои первые шаги в открытии блокчейна для себя через Metaverse, MetaUniversum, или через NFT, через Marketplace, через блокчейн, собственные проекты и тому подобное во многих сферах бизнеса.